История республики насчитывала несколько сложных периодов, начиная с самого ее основания. Азербайджанская демократическая республика была создана 28 мая 1918 года. АДР и стала первой на мусульманском востоке демократической республикой, где право голоса получили и женщины. Просуществовало государство всего два года. Восстановить свою независимость ему удалось только в 1991 году. И тут, периодом произвола, экономического спада и военным кризисом, воспользовались армянские националисты. Вооруженные силы Армении оккупировали часть азербайджанских земель, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В то время как многие страны в конце прошлого века не смогли обеспечить свою государственную независимость, Азербайджан под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева сумел реализовать его идеи и стратегию. Об этом на официальном приеме в преддверии 99-й годовщины со дня образования АДР заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов. Он отметил, высокий уровень развития экономики современного Азербайджана – результат деятельности общенационального лидера азербайджанского народа. Мы потеряли 20% своей территории и миллион человек из нынешних 10 миллионов живут в статусе в беженце, в будущем у переселенца, то есть региона Азербайджана. Но несмотря на такие проблемы, мы смогли стать на ноги, мы построили современные государства, современные инфраструктуры, мы инвестировали в свою экономику более 200 миллиардов долларов. Из них 100 миллиардов – это внутренние инвестиции, это деньги, которые мы заработали за период независимости. Посол также отметил, несмотря на схожие черты, а именно то, что Азербайджан и Казахстан – нефтедобывающие страны и основным источником дохода, основным драйвером экономики стали разработка, добыча, транспортировка и продажа энергоресурсов, они не стали конкурентами друг другу. Экономические системы Баку и Астаны – взаимодополняющие. Вы знаете, что в начале апреля этого года состоится третий визит, официальный визит президента нашего братского государства Казахстана, Нурстанавчего Назарбаева, Ахсакала всего Тюркского мира в Азербайджанскую республику. И результаты подписанных договора, уровень предъема президента Азербайджана, результат договоренностей, которые были подписаны в Азербайджане, являетесь наглядным показателем в своем отношении между нашими государствами. В целом, если говорить про нашу область, то в пределах 2 миллионов долларов за последние 3 месяца 2017 года мы имеем товарооборот. Я думаю, что это начало той большой работы. У нас большие планы. Мы готовы приглашать наших специалистов из азербайджан в отрасли строительства, нефтехимии, химии, переработки легкой промышленности и так далее. С Азербайджаном нам сам Бог велел дружить и общаться, потому что мы находимся на берегу одного и того же большого Каспийского моря, которое на сегодняшний день как с азербайджанской стороны, так и с нашей стороны вливает большие экономические потенциалы для развития наших стран. И Баку, и Астана сегодня самодостаточные и полноправные члены международного общества. И в период, когда в мире существует дефицит толерантности и мультикультурализма, Азербайджан и Казахстан – яркие примеры того, как представители различных народов, национальностей, религий и конфессий живут в мире и согласии. Мехребан Касумова, CBC.